Друзья, всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет необычное видео. Как видите, я без капельки макияжа на лице сейчас, потому что я иду делать макияж. Но я иду сегодня не с целью делать трэш-обзор салона, а я иду к девушке, моей подписчице, которая написала мне и предложила мне накрасить. Она, как я поняла, начинающий визажист, и ей стало интересно попробовать такой формат. Я у нее спросила, не против ли она, что я поснимаю это на видео, и она согласилась. Поэтому мне очень интересно, что у нас получится. Я ей сказала свое пожелание, что хотела бы акцент на глаза, что-то поярче, но, опять же, так как она начинающий визажист, я пока не знаю, что конкретно она умеет, и мы уже по факту, наверное, будем определяться. Находится она в городе Гатчино, это Ленинградская область, поэтому, если вам понравится, например, макияж, который мы сделаем, то жители Ленобласти и Петербурга могут к ней обращаться. Я думаю, это будет интересно. Вот такой кабинетик. Очень миленько все. И сейчас посмотрим. Подготовила уже Антонина кисточки, палетки. Ребята, мы уже сели. Это Антонина. Привет. И она начинающий визажист. Недавно закончила курсы. Кстати, расскажи, ты в Питере училась? Да, я училась в Питере. У Виктории Алексеевой очень понравилось. Не знаешь, да? Не знаешь? Она на московской преподает. У нее очень много учеников. И, ну, классно. Классно. Ну, я как бы сама не слежу особо визажистом, поэтому не знаю. Я узнаю все из стрэш-обзоров. Только того, кто там визажист. У меня тоже началось все из стрэш-обзоров. На самом деле, я давно люблю краситься сама. Крашусь по-разному, ярко и не ярко. Круто. И у меня вот тяга прям вот такая пошла из, наверное, в роликах в видео. Давно смотришь в обзоре? Ну, года полтора, наверное. Вот так. Еще в прошлом году хотела выучиться на визажисте. Ну, по семейным обстоятельствам я вышла. И снова вот все-таки решила. Классно. И сколько, кстати, обучения длится? Месяц. И там как бы разные виды макияжа рассматриваются? Да, несколько, пять, по-моему, видов макияжа. Ну, базовые. То есть такие. Конечно, мы всегда добавляли какой-то акцент. Потому что она, Вика, сама любит суперяркие макияжи. Мы всегда что-то добавляем. Да, посмотри, обязательно. У нее просто нереальная работа. Я все теперь к ней хочу в модели попасть. Но никак тоже не выходят. У меня мелкие дети. Они набирают, да, модели прям. Как-то можно попасть. Да. У меня в Инстаграме всегда выкладывают, что не требуется. Тогда-то, тогда-то. Я не выбираю. Тоже, хоть, вожжу там, кто подходит. Получается, ты отучилась и вот сейчас отрабатываешь то, что выучила. Ну, или как? Ну, на самом деле... Да. Но всегда тоже разные запросы. Иногда приходят, вот, хочу там суперяркий макияж. А мы такого еще не проходили. Ну, так как я это все дома сама бы на себе практиковала. Более-менее нормально получается. Не, ну, для человека, который отучился пару месяцев назад, это нормально. Что-то не уметь пока делать. Махнет прям шикарно. Я помешана на запах вкусненький. Мне прям сразу кайф. Сейчас увлажаем. Базу сразу же нанесем, чтобы лицо увлаживалось. И с глаз, да, начинаем получать с глаз? Да, я думаю, мы начнем с глаз, потому что, если ему что-то было яркое, то осыпется. Чтобы сто раз нам тереть. Кстати, мы выбрали блестки. Сейчас покажу. Давай покажем. Вот. Которые так переливаются просто. Серебристые, но со всеми возможными цветами переливаются. Никогда такое не делала, кстати. Но я очень люблю вообще блестки. И в ногтях. Ну, просто есть люди, которые, мне кажется, не любят. Все такое более приглушенное. Такие, кстати, большинство. А я люблю тоже блестки. Но я редко крашусь. И мне как бы получается, что если уж красится, так что бы наверняка. Потому что, ну, хочется, короче, что-то необычное. А кожа вообще жирнется? Очень жирная у меня кожа. Надо будет, значит, хорошо запудрить. У меня вообще всю жизнь вот кожа жирная. Всегда. Да, я не знаю, вот я прям завидую девочкам, которые говорят, что кожа сухая. Они там мажутся кремами, увлажняют. И все равно сухая. А так визуально я бы не сказала, что она в крем. Ну, я не пользуюсь вообще ничем, чтобы ты понимала. Я сейчас, последние полгода, я вообще просто умываюсь умывалкой и все. Я даже тоник не наношу, ни крем. Потому что у меня, если крем, даже когда, ну, матирующий какой-то, понятно, что его хватает там на какое-то время. Но через час-два у меня уже такой жирный блеск, прям сальный, ну, такой. Еще блеск ты не донешь? Нет. Ну, потому что жирная. То есть для меня это именно эффект жирной кожи получается. Просто у меня еще, видишь, кожа-то не идеальная. И прыщи там появляются, и черные точки. И, конечно, тогда у меня еще и блеск. Это, конечно, мне вообще нравится. Поэтому я заматалась максимально. А я смотрю в инстаграме сейчас, кстати, тренд. Тут, мне кажется, все такое лосняще. Ну, есть, но это же круто смотрится, когда кожа идеальна. Ну, да. Если так и затонировать ее, забетонировать, что она будет прям идеальной, и не будет видно никаких вручей, конечно, круто. Ну, мне кажется, это, я не знаю, сколько тысяч слоев нужно навести. У меня, кстати, на бровях ламинирование. Ну, сейчас они намочились. И они такие стояли. А я видела, да. Уже немножко сходит, уже больше двух недель прошло. Мы уже сделали форму. Вот такую. Такую мне еще никогда не делали. И будем заполнять, да, уже сейчас будем заполнять? Да, сначала закрепим карандаш. То, что он такой неустойчивый. И потом будем клеить уже блесточки. А чем ты закрепляешь? Тенями, получается? Ну, да, да. Ты не боишься, что кто-то твои секретики выкрадет через камеру? Да, ну, сейчас в этих роликах просто полным-полно. Какие у меня секретики? Это все давным-давно всем известно. Ну, это просто, да, конечно, очень забавно, когда так говорят. Мне понравился один комментарий, кто-то написал где-то, что, ну, странно так говорить, да, что кто-то украдет технику, там что-то научится внезапно по видео. Ну, это можно сравнить как с художником, да, ты, типа, смотришь, как человек нарисует картину, и ты такой сразу пошел и так же нарисовал, ну, типа, это же бред. Да, конечно. Так, я вот думаю, чем бы закрепить нам вот этот коричневый, просто коричневый или, может, с каким-то другим оттенком? Прям поверх вот линии ты дашь? Не знаю. Давай. А какие варианты? Ну, это блестки серенькие, серебряные, надо же какой-то, чтобы ты читалась. Ты говоришь, сейчас серый, да, мне такой понравился. Мне нравится, да, попробую. Там как раз блеск. Чем-то зеленым. Угу. И он серебрый, наверное, будет. Спасибо. Потом пойду гулять вечером, будут все оглядываться на меня. Ну, да, такой макияж будет издавекабельный, потому что я уже один раз это делала. Получается, я у тебя вторая с таким макияжем? Да, таким, да. Прикольно. Мало кто решается на яркий макияж. Все приходят, и что сделать? Ньют. Почему, вот интересно, ну, реально, ньют же сами все делают и так. Не умеют, вообще девочки не умеют красить. То есть, получается, приходят те, кто тупо не красится вообще в жизни. Да, 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 да. А вот какое большинство повод? На какой повод? Свайпу у кого-то, либо какое-то событие, либо день рождения. Я, кстати, ни разу ни на какой повод в своей жизни не делала макияж. Ну, я имею в виду, не ходила никуда, я имею в виду только сама. Я вот, когда начала снимать обзоры, я как раз и говорила в своем первом видео, что я вот только ради обзоров решила попробовать сходить в салон. Кстати, свадебный макияж, ты делаешь? У меня еще ни одной невесты не было. Была невеста, которая уже накрасилась, и уже была свадьбой, и когда я ее накрасила после этого, она сказала, я бы, если бы знала, я бы пошла к тебе. Прикольно. А ты хочешь вообще с невестой? Многие же, ну, не любят, что нервная работа такая. Не знаю, надо попробовать сначала. Так, как не проще, конечно. А как ты сейчас ищешь вообще клиентов, объявления делаешь? ВКонтакте, в Гачине сарафанное радио работает. То есть один сходил, понравилось. Ну, кстати, до небольших городов, наверное, это по-нормально, да? Здесь никакая реклама не работает. Вот кто у меня был там в друзьях, например, ВКонтакте, в Инстаграме, все видят работы и там тоже записываются. Либо вот через знакомых. А ты ведешь Инстаграм сейчас, да, как визажист именно. Ну, у меня продолжение своего Инстаграма просто. Я выкладываю там свои работы, все. В основном ВКонтакте. Хочу сделать страничку отдельную, но еще руки не дошли до этого. Мы решили сделать еще бирюзовый цвет вот здесь. И сейчас мы будем заполнять уже... Сейчас еще настраиваюсь, чуть-чуть так растушую, чтобы никуда уходила. Прошлый раз я делала вот эту стрелочку верхнюю какую-то медовую, то есть ее особо не видно было. Мне даже интересно, что сегодня получится. А как это будет выглядеть? Эксперимент. Ну, классно. Мне кажется, уже так можно оставлять. Ресницы такой, если добавить. Ну, ты там окрасишься так ярко в жизни? Я как сумасшедшая окрашусь. Да? Класс. Муж находит у меня всякие мемы, где там такие женщины в возрасте красятся. Там криво, косо, и у них еще яркие там розовые тени или фиолетовые. Он говорит, всегда, Тоня, это ты. В старости. Не, ну ты уже отучилась, ты будешь получше. Я думаю, красится. Да я на самом деле до этого красилась. Я художественную школу закончила. Угу. С отличием. Поэтому мне это все творчество близко очень. Ну, мне кажется, вообще, в принципе, идут, наверное, в такую профессию люди, которые сами любят краситься, что-то экспериментировать. Так, ну что, клеили. Вот я. Так. Как выглядит. Прикольно. Ну, еще без тона. Немножко страннее. Ну, когда оно все сделано, то поплотнее. Ну, да, понятно, что у меня лицо. По полотнею. Вот у меня уже лицо, мне кажется, жизненное. Ну, или от этого. Мы тогда уберем, да. Уберем. Просто оно напиталось. Главное, чтобы кожа все-таки была подготовлена. Угу. Я подготовилась. Выдавила тут вчера, а тут выдавила. Что за клей? Я готова. Что за клей? Клей для глитера NYX. А, это специальный прям. Угу. Класс. Так, пока лучше не открывать. Получается, это и сам глитер NYX, знаете ли? Да. То есть они должны идеально подходить друг другу. Все будет блестеть мега ярко. Ура. Смотрите, как мы уже сделали. Нанесли блестки. И это у нас похоже на макияж, который просила Алена Погребняк в своих видео. Сейчас сделаем межресничку. Куда смотри? Угу. Класс. Наклеим реснички. Красиво. Вот, очень красиво. Красиво уже реснички мы. Накрасили нижней бирюзовой тушью. А верхней красим черной. И будем еще клеить. Да, такой макияж яркий надо подклеить, чтобы... Ну, да. Взгляд более такой выразительный. А удобнее закрытыми, да, клеить? Угу. Ты себе клеишь? Какое-нибудь? Ленты. Себе пучки сложные. Это надо... Ну, да. Как бы, приноровиться. Я один раз в жизни клеила ленту себе. На выпускной школе. Угу. У меня было такое платье, прям, знаешь, как бальное. Мне хотелось вот прям ленту. Какие-то обычные китайские ресницы купила. Угу. И они были прикольные, ну, в упаковке. Они были такие еще, знаешь, с каким-то страсиком, по-моему, сверху. Угу. И это было так тяжело. Мне кажется, из-за страс... Ну, плюс вообще с непривычки, что там я школьница, я толком не красилась там особо. И у меня глаза просто не открывались, то есть у меня тяжело было веком. Угу. Угу. Боком красиво так. Видно, что такие длинные. Мы уже нанесли тон. Сейчас продолжаем с коррекцией. Так, бронсор. Тон скульптора еще чуть-чуть добавим. Мне кажется, у меня такое лицо стало более какое-то строгое, что ли. С такими глазами. Угу. Надо все смотреть. Там полный образ, когда губы были. Да, еще какие-нибудь эти, типа локоны, знаешь, причесочка. Было бы вообще шикарно. Еще и платье. А то мне написали там под одним видео, вот на днях, что вот такой макияж надо смотреть в образе, а ты как продавщица с рынка в какой-то там толстовке, типа, ну, как бы не в тему. Понятно, что все смотрится гораздо лучше, когда полный образ. Угу. Согласна. Ну, я сейчас снова продавщица с рынка с классным макияжем. Я такую жесткую делаю. Ну, мы сейчас нормально оттушуем, и пусть будет. Господи. У нас яркий такой мейк, вечерний, мне кажется, он все равно подогревает. Если гулять, то гулять. Да. Ты меня еще нос просила, да? Да. Попробуй. Я попросила Антонину сделать мне нос, скорректировать, потому что мне никто этого не делал. Мне как бы надо. Очень редко кто на это соглашается. У меня девушка один раз пришла, говорит, мне обязательно нужна коррекция носа. Но я по всем правилам сделала, чтобы там вот это расстояние было 3 мм. Она смотрит, говорит, о, нет, убирай, я как Майкл Джексон. А, да. Но если у нее свой нос, допустим, маленький, наверное, это, ну, одно, а когда свой нос такой, есть что корректировать, то почему бы и нет. Ты смотришь Егора, Андрюш? Он классно корректирует на себе, когда делает. Мне кажется, он прям прикольно делает в плане, что видно разницу реально до после. Ну, видно разницу, это видна разница на камере. Когда ты бы в жизни его встретила, ну, я так думаю, я его не встречала. Ну, вот если, например, ты прям... Он в жизни так и не ходит, по-моему. Он же говорил, что он... Нет, я видела, что он делает иногда. Да, да. Ну, может, в клуб, это нормально, да, всегда темно. Если ты днем выйдешь на улицу, прямо на тебя будут смотреть, это будет более-менее, да, нормально. А когда сбоку, ну, здесь просто будут коричневые пятна. Как бы это немножко странновато. Ну, а можно сделать как-то вот, чтобы не ярко это было как-то... Или это будет просто тогда не бессмысленно? Конечно, особенно заметно будет так. Ну, что, ты видишь уже разницу? Ну, пока так непонятно издалека. Сейчас посмотрю. А мы брови, кстати, бывали? Конечно. Ну, мы немного подкрасили, потому что сейчас вообще не в тренде какие-то такие, знаешь, моноброви. Брови хорошо. Я не люблю, когда тоже слишком брови. Кажется, больше что-то там затемнеть точно не надо. Мне кажется, что у нас так блестит. Но мы еще же не запутрили. Просто это... Это же кремовая текстура. Я обязательно... А это чем, получается? Да. Это скульптор шик. А только кремовым делают же и сухим тоже, да? Сухим делают, но это не так будет очевидно видно. Мы сейчас закрепим чем-нибудь таким. Прикольно. Давно не красилась ярко. Мне так сразу непривычно. Ну, непривычно в хорошем смысле именно, что мне нравится, когда ярко. У нас такой цвет, что ты кажешься очень жирной. Блющащий комиссионер. Да, есть такой. Ты потом, я знаю, сделаешь название. Такое. Ты жирная? Да-да-да. Она назвала меня жирной. Реально можешь так и сделать. Я хотела по-другому назвать. У меня уже были мысли, как назвать видео. Нет, давай, напиши обязательно. Она сказала мне, ты кажешься жирной. Так это же мы еще без хайлайтера? Без хайлайтера, без румянышек. Как будто я вся в хайлайтере. А потому что пудра подсвечивающая. Я прошлась по всему лицу, заполировала лицо. И потом, после этого, чтобы бронзор и скульптор ложился более ровно, равномерными пятнами. По пудре он лучше скользит. А сверху мы потом еще мотирующую пудру сделаем. И как бы уже этот блеск уйдет. А я еще думала. Надо не ляпнуть какой-нибудь лимунды. Но все-таки ляпнула. Ну ничего, я еще. Ну как вот, знаешь, спрашивают. Если бы ты могла оставить там, ну не знаю, только три продукта вообще из косметички. Что бы ты оставила? Тон румяна. А пуш? Нет. Даже тон румяна и для бровей карандаш. Я, кстати, что-то подумала. С ума даже не знаю, наверное. Ну, конечно, если бы я была с нарощенными ресницами, это был бы просто, наверное, тон. Вот самое главное. Наверное, то, чем я пользуюсь чаще всего в жизни. Ну вот еще люблю, конечно, кремовые румяны. Ну, флюенс классные, такие блестки там нереальные. А чем кремовые лучше, чем сухие? А потому что ты просто, ну если для себя, да, нанес, размазал, и тебе не тушевать ничего вообще не надо. Типа проще наносить. Да, то есть ты их самостоятельно моешь. Никакой ни подложки, ни растушевывать. Другой цвет перехода не надо. Нанес и все. Мы нанесли хайлайтер на губы. Сейчас будем краситься карандашом. Дереве не так идет хорошо. Можешь от души вылечивать. Прям сюда, под нос. Это как Алене, помнишь, сделали? Куклачева. Да, да, да. Я вообще. Ну, когда прям на сантиметр, то да, конечно, это сукол. С губами уже совсем другой вид. Ну, лучше только закончим. Мне кажется, можно чуть пошире даже вот здесь вот. Ну, не сильно, прям чуть-чуть на полмиллиметрик. На полмиллиметрик. По краям? Ну, вот сами вот эти боковые штучки. Да, вот так хорошо. Покажи с меня. Подожди. Подходит, мне кажется, цвет глазам просто. Если бы был розовый, он бы был не в тему как будто. Поверх, не знаю, помаду ты хочешь. Можно ничего не делать поверх. Я даже не знаю. Да, можно ничего. Думаешь, надо? Я бы блеск добавила. Я обожаю блеск. Ну, давай. Просто не слишком ли много блеска? У меня глаза такие на хайлайтер. Ну, будет красиво. Просто такие влажненькие губки. Ну, мне девушка, которая делала, сказала, что когда увеличиваешь губу вот сверху, у тебя галочка, ну, вот, как я обычно и делаю, типа это удлиняет нос. Как будто привлекает внимание, может, к этому месту. Не знаю, меня так это удивило. Никогда такое не слышала. И всегда, как бы, так делаю себе, при том, что у меня нос вообще не короткий. Но не замечала эффекта, что, типа, нос, кажется, больше привлекает себя. Странно. Причем она очень уверенно так это говорила, что, типа, мне не надо так делать, потому что нос будет длиннее. Не знаю. Делать по границе, чтобы губы еще меньше оказались. Потому что, когда ты... Типа, надо выбирать либо губы, либо нос. Видимо, так. Он прозрачный, типа, да? Угу. Угу. Прикольно. Что, уронишься? Угу. Надо посмотреть, что у нас там за глазами встало. За это время. А, чего? Не знаю. Может быть, с такого. В камере все нормально. Ну, вот складочках чуть-чуть, как бы, есть дочки. Видишь? Ну, да, уже вижу. Близко вижу. Мы сделали бровки подвели карандашом. И сейчас решили накрасить все-таки реснички не бирюзовой, а черной тушью, чтобы было поярче, да? Да. Потому что у нас слился цвет. Так будет более выразительнее, ярче. Ну, да, все равно прикольнее, мне кажется. Сразу так глаз еще ярче. Угу. Ушка. У меня все блестит, потому что у нас салтбокс. Лампа здесь стоит. На самом деле в жизни не так сильно блестит, потому что я смотрела в зеркало. А здесь именно цвета такой. Угу. Все, ребят, мы закончили макияж. И сейчас я подошла к окну. Это вот при обычном, естественном освещении. Вот так вот все выглядит. Мне очень нравится. Я тоже Антонине говорила. Я не думала, что на моих глазах будет как-то прикольно смотреться такая форма. Но мне нравится. Смотрите, как прикольно. И как блестят эти блестки, переливаются. Очень красиво. Посмотрим, конечно, как продержится. Потому что мы только сделали. Да, еще неизвестно, как они будут держаться. Но смотрится очень красиво. И губы, кстати, тоже. Я обычно делаю себе более розовые. Здесь более коричневые. Но с таким цветом глаз, конечно, такие больше просто подходят. И мне кажется, смотрится круто. Напишите, как вам макияж. Нравится ли вам такой. Сделали бы вы себе что-то похожее. И если вам понравилось, то можете обращаться к Антонине. Я оставлю ее контакты под видео. Приехала в Золотое Яблоко. Хочу посмотреть. Мне кажется, в метро я очень сильно выделялась. Среди всей массы людей. С таким макияжем. Еще немножко под дождь попало. Мне прям везет на дождь. Когда я делаю макияж. По-моему, классно смотрится. Пока ничего. Вроде не скаталась. В общем, ребят, надо завершать уже это видео. Я тут уже хожу. С момента макияжа прошло уже, наверное, часа три. Потому что пока я добиралась, я долго достаточно ехала. Тут уже походила по магазинам. В общем, вот так вот сейчас выглядит макияж. Уже, конечно, лицо блестит гораздо больше. И уже можно было бы припудриться. Но в целом все прикольно. И глаза, как мне кажется, вроде как вообще не скатались. Разве что совсем-совсем немножко. Но этого особо и не видно. Ребятки, я скинула фотографию с макияжем другу. Вот в таком виде. Потому что я попала под дождь. Он говорит, ты как женщина, которая идет в церковь на какое-то место. Как будто я такая восточная девушка. В общем, потому что у меня только шарфик с тобой. Тут дождь пошел, достаточно сильный. В общем, еще раз хочу попросить вас написать, как вам макияж. И напомнить, что Антонина всего лишь два месяца как отучилась на визажиста. Прошла курсы. И вот такой конкретно макияж она делала вообще второй раз в жизни. Мне кажется, для такого срока она просто большая молодец. Отлично справилась. Мне очень понравилось. Я думала вообще на моих глазах. Будет не очень такой макияж, такая форма. Но в целом, мне кажется, очень даже ничего. Я даже ей сказала, что если у меня будет корпоратив, кто смотрел мое прошлое видео, я знаю, что я устроилась на работу. Соответственно... Ой, капнула глаз. Соответственно, у меня может быть новогодний корпоратив будет. И, возможно, я даже приду к ней на мейк, на что-то подобное. Потому что он выглядит реально очень празднично. За счет блесток. Блин, так шумно на улице. Я даже не знаю, будет ли меня нормально слышно. Но я спустя что подпишу субтитры. В общем, ребят, напишите свое мнение про этот мейк. Если что, контакты Антонины я оставлю под видео. Если вы живете в Петербурге, сможете к ней обращаться. У нее сейчас очень адекватный ценник. В отличие от колонов, он намного выгоднее. В общем, спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующих роликах. Я планирую снимать сейчас гораздо чаще, чем это было летом. Все, еще раз благодарю. Увидимся совсем скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok